Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Доброго времени суток. Меня беспокоит одна ситуация. Месяца полтора назад, обмазайте знакомство. Мне написал парень. Он даже пригласил меня встретиться, но я не смогла. Так, ну давайте сразу с вами скажем так. Почему сайт знакомств? Не скажу, что вы делаете на сайте знакомств, но почему вы именно там знакомитесь с мужчинами? Чем это связано, вот то, что вы знакомитесь с ними на сайте знакомств? А не, например, влияние жизни. И что заставляет вас идти, пойти на этот сайт? Это первое. Значит, второе. Если вы были, если вы зарегистрировались на сайте знакомств, то, ну, наверное, скорее всего, скорее всего, вы, значит, пытались строить отношения где-то вот, ну, где-то в реальной жизни. у вас не получилось по каким-то причинам. Вот. И вы, соответственно, испытали отрочирование, вы испытали боль от этого. Скорее всего, вы испытали боль от этого. от того, что у вас не получилось. Вот. И, соответственно, избытав боль, у вас закрепился некий негативный такой сняль. Некое негативное представление о том, что в реальной жизни вам не познакомиться с мужчинами. вот. Соответственно, я бы предложил проанализировать, что вы сделали не так не в этой конкретной ситуации, да, а именно в той ситуации, когда у вас не получилось построить отношения с мужчиной в реальной жизни, чтобы пришли на со-знакомство. Это вот такой момент вам будет. Далее, у меня тогда был аврау на всех сферах, на всех сферах жизни. Я не смогла. Ну, то есть, правильно я понимаю, что у вас был кризис? У вас был кризис. Кризис, вы, конечно, не могли предугадать, не могли предвидеть, но во всех сферах жизни кризис бывает в случаях, когда человек что-то не предусмотрел в своей жизни. В своей жизни человек что-то не предусмотрел, что-то не увидел, что-то к чему-то от него себя несерьезно и так далее. То есть, это вот такие, знаете, очень, ну, такие неприятные вещи, такие неприятные ситуации, когда вроде бы, вроде бы, вот вроде бы вы делаете все, что нужно, вроде бы вы как-то, ну, стараетесь сделать все правильно, вроде бы, но не получается все равно. Кризис почему-то все равно имеет место быть. Вот. Ну, соответственно, нужно и подумать как раз-таки на эту тему. кризис-то почему произошел. Кризис-то вообще с чем связан? Как получилось, что я оказалась в кризисной ситуации для себя? вот, я думаю, что это тоже нужно вам обязательно для себя проработать этот момент. Потому что момент этот власти. Нам нужно больше контролировать свою жизнь, больше понимать, что с вами происходит, в большей степени отдавать себе отчет, что значит, как бы, что вы делаете, для чего вы делаете и что хотите получить в итоге от того, что делаете. Вот. Сейчас пока на данный момент, как я это вижу, вы живете в такой вот некой, как говорится, несознанке. У психологии есть такой есть техсервис. Вот. Несознанке живете. Не отдаете себе отсчетом в том, что делаете, ничего делаете, почему делаете именно так, а не иначе. И так далее. А нужно, нужно, нужно это, нужно это понимать. Нужно стараться в этом себе отдавать отсчет. Понимаете? То есть такие вот корректировки в свою жизнь старайтесь уносить. Они не такие сложные на самом деле. Просто они обязательные. А вот, обязательная корректировка. Такая вот. Значит, что произошло? вы не смогли пойти на встречу, да? Мы начали общаться на сайте, недавно только созвонились. разговаривали четыре раза уже. Парень нормальный вроде собирается встретиться. Так, ну, что здесь у нас получается? Вы говорите, парень вроде бы нормальный, вроде бы. То есть вы не уверены в том, нормальный. насколько я понял. Значит, ну, встретимся собирается. Что, в принципе, уже неплохо. Неплохо, что собирается встретиться в общем и целом. Я думаю, что, ну, это здорово. Хотя, безусловно, о серьезности мужчины речь вести, конечно, нельзя пока еще. Потому что, я надеюсь, вы понимаете, что непонятно. Непонятно, со сколько он серьезен. Вот. Значит, так, общение надо получать легкое и непринужденное. дорогу. И вот вчера он спросил, какие парни тебе вообще нравятся. Аноним. Вот, как вы думаете, когда человек задает вопрос, какой, он хочет на него получить ответ на вопрос? Тем более, это мужчина задает вопрос. Как вы думаете, мужчина хочет получить ответ на свой вопрос? Наверное, да. Наверное, хочет получить. как вы думаете, вам вот на уровне ваших отношений сейчас, да, то есть, на уровне отношений до отношений, вот как вы думаете, вам нужно сказать мужчине чего вы хотите, с чем вы нуждаетесь, ну, по отношению к, по отношению к нему, например, по отношению к тому вообще, что вам нравится, что вам нужно от мужчины. Как вы считаете, ну, должны вы так сказать? Должны вы сказать мужчине, что вам нужно? Он должен иметь представление о том, чего вы вообще хотите? Он ведь для этого спрашивал, чтобы понять, какой вам нужен мужчина? Что получилось? Вы ему ответили, рассказали ему то, что хотите, то, что вам нужно, от мужчины, да, сказали ему это. Он говорит, ну, я не ожидал, что ты так скажешь. Как это вопрос? на мой взгляд, такой довольно логический вопрос. А чего он ожидал тогда? Он не ожидал, что вы скажете о своих желаниях? Он не ожидал, что вы скажете, что вам нужно? Он не ожидал, что вы предъявите какие-то претензии даже, а скажем, ну, не претензии, а скажем, он не ожидал, что вы вытянете какие-то требования. Да? Этого, получается, он не ожидал. Так и, простите, вопрос тогда. Если он не ожидал, если он не хотел, чтобы у вас были какие-то требования, а он явно этого не хотел, раз, ну, вот, раз так себя повел, он явно не хотел, чтобы были какие-то требования у вас, то чья это проблема? Это его проблема или ваша? Вы подумайте, подумайте как следует об этом. Почему вас беспокоит то, что мужчина чего-то там не ожидал? Хотя сам спрашивал. То есть, получается, человек спрашивает просто для чего? Для проформы, получается. ну и вопрос тогда у меня к вам. А если он спрашивает для проформы у вас вот эти вот, ну, какие-то вещи, а будет ли он все остальное тоже для проформы спрашивать у вас? то есть, спрашивает лишь бы спросить. Спрашивает лишь бы вот лишь бы вот лишь бы вы что дожди, лишь бы внимания проявить. Можете не отвечать даже. Как вы думаете, да, хорошее поведение? Это поведение надежного мужчины вообще для вас. Тем более, мужику 31 год. Понимаете, а какая женщина не хочет, чтобы мужчина доставлял ей удовольствие? Причем, не важно где. В постели, не в постели, в жизни, не в жизни. Понимаете, какая женщина этого не хочет? Посмотрите, какой мужчина будет думать на полном сривоке, что женщина может этого не хотеть? Но только недальновидный, наверное, мужчина, только мужчина, который вероятно ставит свои какие-то потребности, свои желания выше желаний ну, выше желаний женщины, например. Так и опять же тогда вопрос к вам. Если это да, если мужчина действительно ставит свои желания выше ваших, если давайте допустим такое, то ставит мужчина свои желания выше ваших. Если это так, нужно ли вам такой мужчина тогда? Сделает ли он вас счастливой? Вот вы пишите, чтобы в мультимном плане мог доставить девушке удовольствие. и он смущается в тридцат им. Ну, что это у нас? Либо ханжа сырают, либо неуверен себе в постели. Либо считается, что жизнь вообще на секс права не имеет. так я вас призываю подумать об этом. Если человек говорит так, если он смущается 31 год, когда женщина говорит о своих желаниях, причем желаниях не каких-то там наобучных, да, а в общем-то ну нормальные желания. Нормальные желания у вас. Если мужчина смущается, значит скорее всего он будет смущаться и будет отталкивать ваше желание всегда. Разные ли вы были сказать все как есть? Да, разные были, потому что лучше об этом сейчас узнать, чем потом. Когда вы уже будете в отношениях, либо когда вы будете в браке, или когда у вас будут дети. Представляете, у вас дети, а мужчина вам говорит я не хочу больше там, например, детей воспитывать, детей помогать. или а я не ожидал, что ты родишь мне ребенка второго, например, а ты первого дашь. И что это будет за отношения, что это будет за мужчина такой, да? значит, так, я его смутил, он сказал, что я такое скажу. Ну, вы бы спросили у него, от чего он ожидал. значит, так, сейчас или о том, что сказал, наверное, рано. Значит, еще вы написали, что мне неудобно перед ним. Почему вам неудобно перед ним? Ну, я полагаю, что вам неудобно по причине, ну, по той же причине, по которой вам, ну, пока вы оказались на сайте знакомства. Как мне это видеть, конечно. Руслан неудобно по этой причине. Вот. А он, почему вы испытываете перед ним чувство вины? Да тут ему неприятно? Да, ему может быть неприятно. Ваша ли эта проблема? Вот о чем подумаете. Ваша ли эта проблема? Ну, пусть мужчина знает. Пусть мужчина знает, чего вы хотите. Пусть мужчина знает, что вам нужно. Пусть мужчина имеет в виду, с кем он общается. Или вы предпочитаете что? Что он узнал об этом потом? Когда вы успехи были бы, например, ну, такого числа до 40, так, все точно на их. Пусть я не могу сказать, ух ты, а я люблю, женщины заставляют мужчине удовольствие, например. Почему он так не сказал? Вы не думали об этом? Почему он не сказал так вам? Какие у него причины были вам не говорить таких причиней? И это мы на секундочку вспомним о том, что человек сам задал вопрос. Вы его не тянули за язык. Сами вы эту тему не поднимали. Ну вот, собственно, это вот так. Действительно визны у вас может быть только по нескольким причинам. Первая причина это то, что вы в себе не уверены, я вам не сказал. Вторая причина это то, что вы боитесь остаться одна. Просто вот боитесь остаться одна. Боитесь быть без мужчин. Это тот же момент. Почему боитесь остаться одна? одна и так далее. Тот же момент. Ох, вот. И у вас сверх мотивация быть с мужчином. То есть вам прямо очень нужно быть мужчином. Ну, вопрос вопрос почему вот одна из этих причин ваш может быть несколько причин даже может быть но в любом случае эти несколько причин какими бы они ни были эти причины они являются ключевыми моментами которые заставляют вас вести себя так чувствовать себя так и действовать так как вот ну так как вы действуете. понимаете что а это все это неправильно что действует сейчас потому что вы не допускаете ответственности мужчины то есть такое ощущение что отношения строите только вы и все мужчина он отношения не строит он в этом не участвует вообще никак это или только вы и все и вот вопрос именно в том почему вы на себя берете ответственность за отношения только на себя зачем вам это что вами движет что руководит вот как я это вижу руководит вами то что вы одна боитесь остаться и руководит вами то что вас сверх мотивация быть с этим человеком вот как это мне видишь ну и можно это назвать свободными отношениями можно набрать отношения в которых вы свободны ну вот понимаете как вот я например думаю что нельзя нельзя назвать такие отношения свободны в принципе и вопрос в том почему вы не свободны в отношении вы поставили себя вне свободы вы погрузили себя вне свободы то отношение к мужчине зачем вы изволили на себя ответственность за эти отношения за всем подумайте о своих мотивах а вы вот дальше в будущем вы так же будете жалеть так же будете брать на себя вину за то что например мужчина там кто-то что-то не понял что-то не принял смутился тоже бы ты выбрал за ответственность и сколько вы будете счастливы в этом просто подумайте об этом просто подумайте об этом представьте себе попрекновируйте немножко попрекновируйте то что вас может ожидать с таким мужчиной с таким настроением у мужчины что вы можете ожидать подумайте много чего вам скорее всего интересного открытия вот при том что вы даже вопросы не задаете просто говорите что вы можете сказать по этому поводу по этому поводу я могу сказать что чувство вины которое вам движет именно чувство вины это взятие на себя ответственности в том что вы ответственности не несете и возможно это потому что за себя где-то ответственности вы тоже не несете ну то есть где-то вы за себя не ответственны Вы за себя не ответственны, чувствуете, что контроля за вашей жизни нет Вы, может быть, постановительно чувствуете, что не справляетесь Вот И вам нужно, что вам нужно? Вам нужна поддержка Вам нужна поддержка Вот вы и и ищете эту поддержку А без поддержки чувствуете себя как? Плохо Без поддержки чувствуете себя плохо Потому что сами справятся, самостоятельно справятся Ну, с какими-то вот жизненными ситуациями Вы не можете И, естественно, переживаете из-за того, что мужчина Он, ну, из-за того, что мужчина уходит от вас Потому что без него вы не можете Без него вы чувствуете себя брошенной Покинутой, брошенной, растерянной Тогда Ну, так и вопрос Тогда вам я задаю Так, а если вы себя такое чувствуете Если вы себя такое ощущаете Надо с этим делать что-то Нельзя так себя чувствовать? Нельзя в таком состоянии в отношения вступать В принципе Знаете, все момент Нельзя Нельзя в таком настроении вступать в отношения С мужчинами Вообще Это Это опасно для вас Даже Опасно Я уже молчу Молчу Про Я уже молчу Про Про Мужчину И молчу Про ваши отношения Так что Сперва Я рекомендую вам Ответственность Не вти За себя За себя За то, что катается Именно вас Лично вас Вот А Уже Потом Когда вы будете Нести ответственность за себя Вы поймете То есть Другой человек Как бы Тоже Должен нести ответственность за себя Еще если человек Человек Что-то Решает Если человек Что-то себе Придумывает То Это его ответственность А как Прочувствовать Как Принять Что Вот Другой человек Может быть Ответственным А вот Как принять Как принять Очень просто Принять Только Только Именно Через Собственную Ответственность Могли бы Значит И Отношения С людьми Строить Вот так Я думаю Может можно Ответить вам На вопрос На вас На этом все Надеюсь Что Помог вам Если у вас остались Вопросы Дополнительные Пишите В личку Буду ли я помочь Если вам Обрадовался Мой ответ Буду благодарен Если сделаете Его лучшим Желаю вам Всего Самого Доброго И удачи